Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и Марат Касем. Очень рад сидеть за этим столом. Марат, мы как-то с тобой уже обсуждали челночную демократию. Я бы хотел продолжить и углубить эту тему. Мы сейчас стали свидетелями множественных перемещений европейских политиков в Россию, на Украину, обратно, домой к себе, их высказывания. Уже многие обсудили тот вопрос, что Украина уже свой шанс встроиться в мир, в котором будет Северный поток-2, потеряла на визиты Ангела Меркель, когда Владимир Зеленский достаточно резко отреагировал в адрес Ангела Меркель, и тогда, считается, шанс был упущен. Это тогда. А что сейчас происходит вокруг Северного потока с этими перемещениями? Явно вот не на чаек они к Владимиру Владимировичу заезжают. Абсолютно с тобой согласен. Начну с этого. И хочу украсть буквально две минуты у канала «Геоэнергетика.Инфо» и рассказать анекдот. Вообще, про челночную дипломатию как таковую, и с чего это все началось. Но есть такой знаменитый анекдот, бородатый, про Киссинджера, бывшего главу Госдепартамента Соединенных Штатов, про то, как он ловко этим занимался. Анекдот заключался в том, что он приехал к сибирскому мужику здоровенному и говорит, хочешь, чтобы твоя жена была американка? Он говорит, да нафиг, у меня своих девок здесь много. А если это будет дочь Рокфеллера? Он говорит, хорошо, тогда окей. Он приезжает, значит, в швейцарский банк и говорит, вы возьмете себе в правление сибирского мужика? Он говорит, вы с ума сошли? А если это будет, значит, зять Рокфеллера? Он говорит, тогда конечно. Приезжает к Рокфеллеру и говорит, слушайте, вот вы ищете своей дочке жениха? Скажите, пожалуйста, вот вас устроил бы сибирский мужик? Говорит, сибирский мужик? Да вы с ума сошли. Какой сибирский мужик? Он входит в правление швейцарского банка. Он говорит, отлично, дорогая, подойди, нашел тебя жениха. Кого? Швейцарского банкира. Он говорит, да ты с ума сошел. Финансисты, они такие дохлики. Пап, ну ты ненормальный. Да ты что, это здоровенный русский мужик. Она такая, ооо, все сошлось. Но я Киссинджера не зря вспомнил, потому что в 74 году, в принципе, он и стал таким основоположником вот этой челночной дипломатии, когда, значит, был посредником во время переговоров между, во время войны Судного дня, переговоры между Иерусалимом и столицами арабских государств. Соответственно, тогда ему удалось эту войну остановить и этот термин тогда и возник. Ну, соответственно, если мы вспоминаем Оланд, Меркель, Минские соглашения, договоренности, Минский протокол 2014 года, вторые Минские соглашения февраля, кстати, это что получается, 15-го года уже 7 лет прошло практически ровно, даже чуть больше в 7 лет. Это как раз тоже были, просто чтобы все понимали, что такое челночная дипломатия. Это когда есть третья сторона, есть посредник, который пытается каким-то образом, значит, поездками, переговорами, что-то выгадать и ведет переговоры со всеми сторонами. Что касается перемещений последних. Ну, во-первых, очень интересны маршруты, которыми следовали все эти ребята потрясающие, которые приезжали. Значит, ну, если говорить про Макрона, то Макрон сперва поехал в Москву, в Кремль, потом, соответственно, отправился в Киев. Поэтому вот кто Макрон, то есть он челночный дипломат или он все-таки почтальон, тут очень сложно сказать. Или он просто передавал то, что ему сказали в Кремле. Олаф Шольц, канцлер Германии, канцлер ФРГ, он отправился противоположным маршрутом. Он отправился сперва в Киев, потом отправился в, соответственно, в Москву. То есть тут это одно, значит. Тут у нас еще есть такая потрясающая дама, которую мы поминаем здесь часто, Анна-Лена Бербек. Она тоже отправлялась, соответственно, в Москву, отправлялась в Киев. У нее тоже, значит, были эти перемещения. И тут тоже очень интересно. Почему? Потому что в этой студии, если мне не изменяет память, когда мы обсуждали, как, возможно, будет выглядеть будущее правительства Германии, кто займет ключевые посты. На что мы обращали внимание, что она является лидером зеленых. Соответственно, Шольц представляет стал демократическую партию Германии. Что там есть противоречия, но они, ну, как, они не какие-то тайны, мы сейчас не открываем. Они абсолютно четкие, они прописаны там. Зеленых интересуют, в том числе они недовольны и не хотят, чтобы Северный поток-2 был реализован и все такое прочее. Но сейчас, когда мы смотрим, как действует Шольц и Бербек, они ведут как будто параллельную игру. То есть министр настранных дел ездит по своим делам, решает одно, говорит одно. Соответственно, чем занимается Шольц? Он в более доброжелательной обстановке, там обменивается шутками с Владимиром Владимировичем Путиным и так далее и тому подобное. То есть можно представить себе, вот можно ли себе представить, что, например, Жан-Ив Фледриан, министр настранных дел Франции, ездит отдельно от Макрона где-то, там, по Европе, по Восточной Европе, там, летает в Кремль, с кем-то встречается и ведет свою игру отдельно от Макрона. Мы такого не можем себе представить. Здесь же мы это видим наглядно, но тут тоже еще один интересный момент. У нас сегодня все привязано к Северному потоку-2. Анна и Лена Бербек прилетают в Киев и у них назначена встреча с Зеленским, который эту встречу отменяет. Отменяет потому, что немецкое правительство не готово остановить Северный поток-2. Ну, как пишут инсайдеры и так далее. Потому что и предоставили вооружение Украине, значит, отправили какие-то там каски и военные госпитали, или там, как писал кто-то, военные крематории даже, но это, наверное, все-таки больше как шутка. Но, тем не менее, то есть он был недоволен и он просто, он просто, то есть, отказался с ней встречаться. Она это, ну, объясняла тем, что резко изменилась программа. Тут же, кстати говоря, мы вспоминали Жан-Иву Ледриана, министрационных дел, чтобы как-то, ну, чтобы не показывать, что Киев сошел с ума. Она как-то пыталась их, говоря по-простому, отмазать. Бербек заявила, что изначально министрационных дел Франции, он тоже должен был там присутствовать, Ледриан. Но так как он не приехал, то как бы, ну, Зеленскому неинтересно встречаться с ней одной, видимо, исходя из логики того, что она говорит, то есть Зеленский, он настолько самостоятельный, европейский, очень сильный политик, что встречаться с одним министром иностранных дел Германии, ему абсолютно неинтересно, у него нет времени, у него там, ну, какие-то другие планы. Вот если бы, ладно, приехал еще Ледриан там из Франции, ну, тогда еще, ладно, он бы нашел сразу, чтобы с пачкой сразу поговорить со всеми, вот, ну, как вот, он считает, что, видимо, они у него на побегушках. Ну, конечно, это очень сильная оплеуха, и если, ну, вот есть такой раздел политологии, политика, бихевиоризм, сложно выговорить, конец дня, значит, когда мы рассматриваем политиков через призму их поведения, то есть, когда личностные характеристики человека влияют на него, как на политика. Соответственно, Бербак, если посмотреть всю ее биографию, это девушка довольно гордая, это карьеристка, и вот такая оплеуха от не пойми кому, она, конечно, аукнется, она 100% аукнется Зеленскому, в частности, и по Северному потоку-2, я думаю, тоже какие-то подвижки будут со стороны лидера зеленых, лидера немецких зеленых. Но, если говорить про ее позицию, чтобы просто закончить с Бербак, ее позиция ничуть не смягчилась, не нужно тешить себя иллюзиями, что если федеральный канцлер Шольц говорит, что это бизнес-проект, что все нормально, то Бербак нет, она не смягчила риторику абсолютно, если почитать немецкую прессу. У них есть, вообще, в принципе, у зеленых есть такая надежда, что сертификация в Германии пройдет с нарушениями, следовательно, она не будет признана органами ЕС, они на это очень сильно надеются. Я думаю, что какие-то, возможно, в этом плане еще и провокации. Но, с другой стороны, если Nord Stream 2 AG и руководство «Газпрома» все сделают правильные по букве законы, то придраться, конечно, даже с немецкой педантичностью будет не к чему. Но, просто чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно того, что у нее что-то изменилось. Но, как я еще раз подчеркнул, после вот этой выходки Зеленского, какие-то подвижки, мне кажется, что будут. Потому что ее унизили публично, ее унизили на всю Европу. Она, соответственно, об этом говорил в том числе и телеканал CNN, что недовольство Берлином у администрации президента и у президента Украины присутствует. И такие вещи, они не прощаются. Немцы, они очень хорошо это помнят. И в нужный момент Зеленский получит очень сильный подзатыльник в ответ. В ответ на плюху. И подзатыльник будет такой, что можно и впасть будет в кому. В частности, ему как политику, в первую очередь. Если он планирует какие-то там, планирует свою дальнейшую карьеру, в том числе и на европейской арене, как политик. Вот. Это если мы говорим про перемещение Бербак. Вот чуть-чуть вставить пять копеек. Бербак тоже нужно, даже обязательно надо сказать спасибо. Вот после практически каждого ее заявления цены на спотовом рынке газа просто взлетают ввысь. Совершенно верно. Поэтому ей нужно пожать руку и отдать должное. Вот. Она свой вклад тоже делает в капитализацию Газпрома. Потому что спот подтягивает и долгосрочные контракты. Один на Польше, ну и дальше давай. Совершенно верно. Она наш союзник в экономическом плане. Безусловно. Что касается Макрона. Поездка Макрона, в принципе, она вызвала очень большое недовольство у мелких европейских стран. В частности, почему? Потому что он не согласовал свою позицию по многим вопросам с Евросоюзом. С руководством Евросоюза, с политиками Евросоюза. Но это очень интересно, что в понедельник, не называя дату, просто это был день. В понедельник встречался Макрон с Владимиром Путиным. А в воскресенье ему звонил, просто названил премьер-министр Латвии Кришни Скариндж, который требовал срочно, чтобы его соединили из Литвы и из Эстонии, чтобы он озвучил совместную позицию. Опять мы не можем без них. Почему? Потому что он едет в логово страшного зверя и абсолютно к нему не готов. То есть он такой классический европейский политик, как они считают, который хочет все решить дружелюбно, а дружелюбно с Россией ничего нельзя решать. Франция не была, значит, в составе Советского Союза, он не понимает, какие страшные там вообще происходили вещи. И он решил его просветить. Кришни Скариндж. Напомню, человек, который во время того, как существовал Советский Союз, жил в Англии. В Англии, говорю, в Соединенных Штатах. Это вообще иммигрант, который живет в Соединенных Штатах, который вернулся уже после того, как Латвия обрела свою вторую независимость. Но он выступил таким консультантом. И это вызвало многих недовольство. И недовольство вызвало и то, что, в частности, если говорить про Северный поток-2, что эта позиция тоже ни с кем из них не обсуждалась. То есть он ведет свою политику. В британском правительстве тоже интересно отреагировали. Они сказали так. Вот опять же, согласно инсайдам, просто цитата, чтобы ничего не перевирать. Если я ее выписал, Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это очень интересно, чем это закончится. В общем, короче говоря, никто ничего не знает, что он там делает, Макрон. И о чем он договаривается. Я уверен, что... Ну, не то чтобы уверен, я предполагаю, что тема Северного потока, она не была основной, естественно. Именно для Макрона, если мы говорим, да, для Франции. Во время его поездки в Москву там был ряд других тем для обсуждения. И, слушайте, пять часов длились переговоры. Это, ну, это пять часов разговаривать сложно. Тогда, когда каждое твое слово может на что-то повлиять. И повлиять серьезно. Пятичасовые переговоры, это, поверьте мне, очень изнуряюще. При этом он вышел довольно бодрым. Имеется в виду Макрон. Владимир Путин был у себя дома. Я имею в виду в Кремле. Он всегда бодр и свежий. Он всегда бодр и свежий. Как бы о нем, в данном контексте, можно не говорить. Говорить бы смыслом. Да, бодр. Но был и бодр Макрон, который вышел и заявил, что все прошло в такой дружеской атмосфере. Что просто вообще кот Леопольд. И все прекрасно. А когда он вернулся потом, после этого из Киева во Францию, он вообще, в принципе, заявил, что он установил войну. Ну, и там такие громкие вообще лозунги пошли. Ну, ладно. Ты же видел Мертвое море. Так это я его. Это я его, да. Но избиратель ему судья. У него скоро выборы. Поэтому не будем на этом подробно останавливаться. Ну, и тут теперь Олаф Шольц. Прибыл человек, который, чья страна напрямую связана с Северным потоком-2. Что же Шольц, как говорится? А что Шольц? А что Титов? А что Шольц? Отчество, как я говорил о нем всегда, очень сдержанный, спокойный политик. И всегда он говорит абсолютно, ну, обо всем довольно сдержанно. Тут, во-первых, его вывели из себя. Его вывели из себя, значит, журналисты американских СМИ. Я сейчас не помню, это был СНН или не СНН. Не помню. В общем, кто-то из них ему задал вопрос, значит, от насчет отказа поставлять Украине вооружение. И насколько вообще, в принципе, можно, ну, серьезно относиться к Германии в плане союзника по НАТО. Насколько, значит, Германия сейчас уверена в себе и так далее и тому подобное. На что он ответил, это все чушь, то есть это чушь, ерунда, что очень раздраженно, то есть это был очень такой раздраженный канцлер, как его назвали потом в прессе, в западной, раздраженный канцлер. Он сказал, что это чушь, ерунда и сомневаться вообще в Германии не стоит, вы вообще не понимаете, о чем говорите. То есть, соответственно, что касается Северного потока-2, о чем еще было недовольство, что Берен пытается исключить за провод Северный поток-2 из списка возможных санкций Запада против Москвы. Еще раз, значит, сейчас, чтобы вы понимали, быстро конструкцию. Запад считает, что Россия вторгнется на территорию Украины, в ответ Запад подготовит адские санкции, которые, значит, вообще, в ответ на эти, значит, во время подготовки к этим, естественно, они там не за день будут готовить, их уже готовят, они просто будут лежать где-то на чем-то столе, там, ну, скорее всего, Блинкина, который в нужный момент стряхнет вот пыль и скажет, вот это настоящие санкции. И Шольц делает все, что в Северный поток-2, значит, вот в этой папке никак не фигурировал абсолютно. И это вызывает раздражение, опять, соответственно, у Запада, у Блинкина, у Зеленского в том числе. И Шольц отвечает, вот тоже его прямая цитата, это инициатива частного бизнеса, он никак не связан с политикой, то есть, ну, абсолютно говорит здравые вещи. Поэтому, кто победит вот в этой челночной демократии, говорится, за кого выдадут сибирского мужика, за дочь Рокфеллера или за, не знаю, или за жену Макрона, это мы увидим очень скоро. И все эти, вот результаты всех этих переговоров, я думаю, ну, в этом году мы точно увидим результат 100%. Я думаю, что, не люблю делать прогнозы, но, скорее всего, до лета мы увидим результаты вообще всего того, о чем мы не договорились. Потому что мы можем сейчас гадать, конечно, на кофейной гуще, что там подробно было сказано, но, исходя просто вот, глядя, аналитически разбирая, в частности, их пресс-конференции, разбирая то, что пишет об этом западная пресса, ну, вот вывод можно сделать такой, на мой взгляд. То есть, поживем-поглядем. Поживем-поглядем, но это будет очень интересно, потому что у нас сейчас есть, как я уже сказал, три игрока. Это Шольц отдельно, его министр иностранных дел отдельно и Макрон. И там будет еще 100% внутреннее противостояние между Шольцем и Макроном по поводу того, кто все-таки сейчас будет, ну, вот Меркель была мамой Евросоюзом или мамочка Евросоюза, как ее называют. То есть, сейчас будет папой. А батька в другой стране. Who is your daddy now? Кто будет папочкой, да. С учетом того, что у Штатов сейчас на кон поставлены, играют во все деньги. Потому что своими хитросплетениями, вкладыванием в зеленую политику, они вкрутили цены на газ до потолка. Они вернулись, как бы, по-моему, на второе место в мире или на первое, они там вышли по СПГ, я точно не помню. Вдвое увеличили экспорт СПГ на европейский рынок и цены им комфортные. Но если СПГ-2 включат, цены упадут до неудобного им уровня, но они будут просто по верхней грани интересов Газпрома. Что и СПГ тащить невыгодно, и газ дорогой сам по себе. Поэтому они могут сделать такой вот царский подарок Владимиру Владимировичу. Поэтому развитие событий будет достаточно насыщенным. Будет 100% насыщенным. И еще все-таки мы говорим все время про Макрону в контексте выборов. Потому что его ближайшая преследовательница, республиканка, она Валерия Пекрес, она тоже всячески демонстрирует, что она может, в принципе, с Путином даже по-русски говорить. Она учила его в молодости и на телевидении вот эти вот знаменитые кадры, когда она говорит по-русски. Все туда-сюда, что она владеет. И мы все время говорим о Макроне только. Но если говорить о Шольце, то он, какой бы он ни был такой спокойный, рассудительный, без эмоций и лишнего шума, это все-таки тоже человек, который беспокоится за партийные рейтинги. А вот глядя на всю эту ситуацию, в чем его тоже обвиняют в Германии, что он не имеет четкой позиции ни по одному вопросу. То есть он, в принципе, он за бизнес, за разговор, за особое отношение с Россией. Как он сказал, безопасность в Европе не может быть без России. Она должна строиться с Россией. Поэтому, а их рейтинг, что я хочу сказать, рейтинг социал-демократов после вот этих визитов Шольца, судя по опросам, опять же, да, он упал. Упал рейтинг, но не Шольца, а если говорить конкретно социал-демократической партии Германии. Их рейтинг чуть-чуть опустился. Ну, сегодня чуть-чуть, завтра еще чуть-чуть. А потом это может стать для него критичным. И как он тогда запоет, ну, это тоже отдельный разговор. Ну, значит, будет отдельный разговор. Обязательно. Большое спасибо за визит, очень познавательная беседа. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите обязательно комментарии, предлагайте новые темы, ставьте лайки, репостите, вы знаете, что делать. Спасибо. Я, конечно, не могу не сказать, не воспользоваться, чтобы заходить тоже в комментарии на телеграм-канал. Не зря, что я сюда приехал. Ссылочку в описании. Спасибо большое, Максим. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok